Сосиски, колбаса, морепродукты. Такому изобилию можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Все деликатесы просрочены. По идее, им прямая дорога на свалку, а по уму в переработку. Использоваться отходы с пользой в Самородово начали три года назад. А все благодаря этому юноше. При переработке органических отходов в биогазовых станах возможно получение следующих продуктов. Это биоудобрение, биогаз и путем генерации биогаза тепловую и электрическую энергию. Проект биоустановки был дипломной работой Анетта. Потом конкурсные для фонда Бортника. Теперь идею пообещали внедрять по всей области. Юрий Берг видел подобные проекты по всему миру и успел убедиться. Переработка отходов – штука не только новаторская, но и выгодная. В Австрии небольшая свиноферма. Поселок до 300 домов отапливается от этой биогазовой установки. Продают электроэнергию в сеть. А вот идея Ивана абсолютно уникальна. Он придумал браслет, который отследит пульс, давление, уровень сахара и пилирубина в крови носителя. А если хозяину заплахеет, отправит смс с просьбой о помощи. Если брать продукты, которые выпускают такие компании, как Найка, Дидас, Рибок, то у них гораздо меньше ассортимент возможностей. В плане того, что это либо обычный пульсометр, либо это шагометр. У нас же является полноценный медицинский прибор. В начале изобретатель рассчитывал продавать браслет спортсменам и пенсионерам. Но уже ясно – ноу-хау придется, кстати, в системе здравоохранения. То, что оно будет востребовано пока что даже не с профилактической целью, а с целью мониторирования хронических сердечных больных, то это было бы замечательно. И вторая область применения – это, конечно, сегодня мониторирование состояния здоровья беременных. Молодые ученые теперь получат по 400 тысяч подъемных. На эти деньги кто-то продвинет идею, а кто-то воплотит в жизнь. Иван говорит, он наконец-то выпустит первую партию своих чудо-браслетов. Ведь ни врачам, ни тренерам не видать боевое изобретение, если бы не фонд «Бортника». Я просто бы не смог создать такой прибор. То есть для вас это фактически? Да. Это финансирование. Без финансирования, к сожалению, одна идея без финансирования ничего не значит. Десять новаторов сегодня убедились – помощь получит от правительства области. На разных этапах могут рассчитывать на деньги и льготы. Ведь в Оренбурге хотят видеть инновационный бизнес. Построить такой – возможно. Наглядные примеры – Амиль Рахматуллин. Оренбургский ученый придумал биокожу. Всего шесть лет назад он также получил грант от фонда «Бортника». А сегодня уже имеет производство и статус резидента Сколкова. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Теперь. Теперь. Продолжение следует...